Елена, здравствуй! Как добрались и разместились наши мотоболисты? Какова атмосфера на чемпионате? Наташа, привет! Часть спортсменов добиралась до места автобуса, в котором была и наша техника. Остальные мотоболисты прилетели самолетом, и сейчас вся команда в сборе. Надо отдельно рассказать о размещении. По словам бывалых спортсменов, такого безобразия еще ни в одной стране не было. Участников разместили в комнатах по 6-8 человек, все на двухъярусных кроватях, с общим душем на две сборные. Свой кемпинг россияне делят с белорусами. Но, несмотря на неудобства, мотоболисты остаются в хорошем расположении духа и готовы к борьбе. Есть уже первые спортивные результаты? Да, есть. Но обо всем по порядку. Организаторы всегда стараются сделать для нашей сборной сложный календарь. И мы единственная команда, у которой сегодня сразу две игры. Первая с Литвой, а вторая уже посложнее с Германией. Расскажу про первую. Хоть литовцы являются не самым сильным соперником, в первом периоде первые 10 минут столько давали отбор россиянам. Но после двух голов подряд от Ивана Крештопа соперники поплыли во втором периоде. Во втором периоде основе дали отдохнуть, но голы не закончились. Отличились Геннадий Мыц и Никита Семен. Забегая вперед, скажем, что Гена забил в матче три мяча, а Никита целых пять. Также отметился в воротах соперника Роман Вицына. Закончилась эта игра с сухим счетом 11-0. Так сборная России начала свой первый день чемпионата. Спасибо. Передайте наши первые поздравления спортсменам. Мы желаем им удачи и в остальных играх. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова